перегрелся отнюдь на самом деле так в общем то вам придется периодически общаться с аккумуляторами про которые сегодня я хочу поговорить обычный на вид аккумулятор но внутри bluetooth лог заряда остаточная емкость температура и многое другое что это будущее в пиве или обычный маркетинг давайте сегодня разберемся и сегодня будет на обзоре не просто аккумуляторы а попытки компании асдт зайти на новый рынок всем известно что компания асдт ну если не всем то по крайней мере многим известно что компания sdt в первую очередь выпускает зарядное устройство и в принципе не самые плохие зарядное устройство но вот теперь они решили зайти на рынок с новой линейкой своих продуктов а именно аккумуляторов для и я как раз рассматривался варианты приобретения новые зарядки зашел на сайт асдт посмотреть что же у них появилась новенького и тут обнаружил линейку аккумулятор это было весьма для меня неожиданно а когда я еще посмотрел что же они умеют когда я обнаружил что это умный аккумулятор гик внутри меня моментально заорал хочу 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 ну и в общем то практически судьба была предрешена а когда я видел стоимость этих аккумуляторов а стоят они в районе 38 долларов за пару аккумуляторов и на сумку ли пошли это все идет одним комплектом то получается что при цене в 14 долларов за аккумулятор а сумка бесплатно удержаться было практически невозможно поэтому вот они у меня и сегодня я предлагаю о них немножко поговорить что они из себя представляют они себя представляют обычные липо аккумулятора в данном случае у меня две липошечки на 1300 миллиампер часов не очень высокой так отдачей у них заявлено 807 но самое главное что здесь встроен bluetooth модуль уже в сами аккумуляторы никаких дополнительных проводов никаких дополнительных адаптеров не требуется и этот bluetooth модуль позволяет нам посмотреть некоторую информацию по батарейке включая текущую остаточную емкость включая ее температуру ну и некоторые другие параметры все это доступно через их фирменное приложение bad air и сегодня мы о нем тоже поговорим немножко расскажу про эти аккумуляторы покажу как работает это приложение проведу несколько практических тестов в поле ну и поговорим немножко о плюсах минусах и странностях данных аккумуляторов ну а прежде чем мы начнем я хочу напомнить что спонсором сегодняшнего выпуска являются как обычно ваши лайки подписки и комментарии поэтому не забудьте подписаться на канал поставить лайк и написать какой-либо комментарий ну а теперь приступим для сравнения я решил взять еще вот второй аккумулятор который у меня имеется в наличии других 6s у меня нету это на 1380 махов 160 си в два раза больше си чем у бтр но тем не менее аккумуляторы попробуем сравнить и так что же у нас имеется до ком у нас чуть-чуть пониже но чуть-чуть пошире по весу они практически идентичные до ком чуть тяжелее вот здесь у нас будут параметры как одного аккумулятора так и другого аккумулятора по ощущениям в руках и например толщине проводов как силовых так и балансировочных все сделано достаточно добротно как в одна управлять для так в общем-то и у sdt то есть fdt вошли на рынок сделал сразу достаточно добротно по крайней мере выглядящий продукт балансировочный кабель на мой взгляд немножко коротковат силовый кабель вполне нормального размера для того чтобы могли использовать умные функции наших аккумуляторов нам потребуется скачать приложение бтр ссылку на него я оставлю в описании и что мы можем в этом приложении увидеть открываем приложение видим оба наших аккумулятора я их от обозвал бтр-1 бтр-2 для того чтобы не как-то отличать в бтр-1 я ничего практически стараюсь не делать бтр-2 я провожу какие-то собственные тесты здесь сразу же на первом экране мы видим сколько циклов данные аккумуляторы прошли мы видим что бтр-1 прошел один цикл у бтр-2 на данный момент уже три цикла ну и например давайте посмотрим что же мы имеем у бтр-1 открываем настройки аккумулятора видим что это липо 6s 1300 миллиампер часов заряжены данный момент на 43 процента дальше мы видим что у него 22 999 вольта суммарно и с разбивкой по ячейкам общая информация батарейки версия прошивки и серийный номер bluetooth а в какой у нее не черчай максимальный ток наверно с каким ее можно заряжать на самом деле 5 си это на мой взгляд многовато все-таки аккумуляторы заряжать рекомендовано током 1 си максимум 2 си ну вот тут они заявляют что 5 си он сможет в себя принять сколько прошло циклов актива и т.д. это как давно была запрещена первые полная зарядка аккумуляторов после этого запускается счетчик и вы всегда знаете когда вы впервые начали использовать вашу батарейку в данном случае вот эту батарейку впервые я использовал три дня назад и текущая температура внутри аккумулятора 23 градуса по цельсию 73 градуса по фаренгейту дальше у нас есть момент персонализации которые мы можем выполнить то есть мы можем выдать ей какое-то название и скан фильтр бы а я так понимаю это по какому фильтру сканируют само приложение дальше у нас есть некоторые настройки которые мы можем переназначить и большей частью настройки предназначены для работы с соответствующим btr зарядными устройствами тоже от из детей например мы можем здесь выставить full charge вольтаж сколько мы будем ее заряжать от трех и девять до 4 2 сторож вольтаж это какие какое напряжение будет считаться напряжением хранения по умолчанию выстрела 3 и 9 каким током заряжать данный аккумулятор мы тоже можем выставить выставить от шести с половиной до одного ампера вернем обратно 1 и 3 нам автосторидж таймер это интересная функция они есть и я еще поговорю чуть позже но эта функция позволяет нам через какой-то промежуток времени а именно от 12 часов до 240 часов отправить после полной зарядки отправить аккумуляторы в режим хранения до разрядка идет на какую-то внутреннюю нагрузку самом аккумуляторе не очень быстро но если вы забываете разряжать свои аккумулятора после полетушек это может быть весьма полезно shaking sensivity это чувствительность сенсора стряхивания для того чтобы определить что за аккумулятор у нас руках и shipping mode это мы можем активировать для того чтобы когда например мы куда-то путешествуем достаточно далеко там летим в самолете еще где-то мы можем активировать для того чтобы еще больше сократить активность самих ячеек самой химии в аккумуляторе честно говоря не знаю каким образом это реализовано но вот так это описывает производитель ну и здесь у нас есть раздел exception record здесь по идее должны записываться какие-то ненормальное состояние аккумулятора не знаю пока еще не встречался пока еще не видел ну и соответственно вот второй аккумулятор то есть самое гораздо недавно мяч через авторежим закончил разряжаться в сторож как ведь разряжается в тот он достаточно неплохо я выставил здесь 385 на ячейку и он примерно на 385 и разрядился что еще нам доступно в приложении еще в приложении нам доступно ну обновить это мы обновляем информацию из батарейки вот она закончила ничего неслист не изменилось апгрейд в этот момент у нас по идее проверяется наличие новой прошивки для нашего модуля прошивки новые нет поэтому ничего не происходит и сохранение мы можем сохранить какие-то измененные нами значения например давайте автосторидж таймер я вас на и вообще выключен например до нажимаю сейф для того чтобы понять в какую аккумулятор это будет сохраняться я должен его встряхнуть и значит вот этот второй аккумулятор вот его встряхнул и у него сохранилась информация аккумуляторы позиционируются самими а sdt как в первую очередь предназначенные для rc plane of то есть радиоуправляемых крыльев где не требуется большая тока отдача но я решил протестировать насколько они подходят для использования на дронах тестил на 5-дюймовом специально собранном дроне под 6s полет некая пародия на фристайл 4 минуты в воздухе токи скачущие от 0 до максимальных 80 ампер но и погода день был жаркий температура воздуха около 26 градусов после полета температура внутри аккумулятора показывать 58 градусов разброс по банкам достаточно умеренной отдача у нас получилось как у среднего 80 си аккумулятора пока ведь ли выглядит честно полет стабильный без неожиданных провалов по напряжению но провала естественно были не забываем что это все таки 80 сип на пике например просадка с 4 вольт до примерно 3 45 вольта на банку это в целом нормально для аккумуляторов в этом классе особенно случай что токи приближают максимальному си рейтингу для данного аккумулятора главное напряжение отскакивать достаточно быстро но конечно не так быстро как у более высокотоковых аккумуляторов еще раз обращу внимание что мой дрон потребляет 80 ампер и это плане совсем откалиброванному амперметру внутри него потому что из 1300 батки как асдтш не так и до комнатской он показать что я вытащил что-то в районе 800 900 то есть он немножко еще занижает значение фактически я потребляю наверно на нем от 80 до 90 ампер и это действительно предельное значение для аккумулятора с рейтингом 87 и этим же и соответственно обусловлена не только просадка но и высокая температура внутри аккумулятора ну и соответственно более высокотоковый аккумулятор не только меньше просаживается но и меньше греется при таком стиле полета то же самый духом 160 сик имеющий у меня был по ощущениям то внутри него нет сожалению термометр поэтому по ощущениям он был все-таки прохладнее чем асдт но опять таки это было весьма ожидаем и кстати что я бы хотел напомнить что температура в 58 градусов это практически предельная температура для липо аккумуляторов поэтому следите за тем чтобы не перегревать ваши аккумуляторы в конце концов как минимум между полетами давайте им передохнуть потому что иначе у нас есть шансы что химия внутри насчет деградировать аккумуляторы начнут самом лучшем случае вздуваться в худшем приносить более значительные вам неприятности я решил проверить еще что у нас имеет приложение поковыряться в нем побольше посмотреть насколько это все востребовано насколько это все полезно и так начнем по порядку когда мы только открываем приложение мы видим все аэсдт аккумуляторы с функции btr которые находятся у нас в непосредственной близости и доступны по bluetooth чтобы понять какой именно аккумулятор мы взяли в руки нам достаточно его встряхнуть в этом случае нам подается звуковой сигнал в приложении и нужный аккумулятор подсвечивается специальной иконкой и поднимается наверх списка это достаточно удобно и просто как вы видели я уже на одном из аккумуляторов пробовал настраивать storage timer для того чтобы проверить как это все работает я задал в 12 часов зарядил аккумулятор если я правильно помню в 7 часов вечера и соответственно в 7 часов утра для него прошло 12 часов момента полной зарядки и он действительно перешел в режим саморазряда саморазряд какими токами производится нам не отображается но саморазряд идет и для полного ухода аккумуляторов storage мне потребовалось 36 часов это достаточно много но в качестве резервного какого-то варианта когда вы просто забыли какой-то аккумулятор разрядить и он валяется в сумке полностью заряженной это лучше чем ничего а при этом аккумулятор процессе разряда практически не нагревается температура поднимается на несколько градусов поэтому каких-либо проблем если он лежит в это время у вас с кучей с другими аккумуляторами в вашей липосумке ожидать не стоит и что еще я проверил данных аккумуляторов это наличие саморазряда потому что это было мне достаточно интересно связи с тем что bluetooth модуль активен всегда неважно трогали вы недавно аккумулятор или он лежит несколько суток как только вы открываете приложение вы его находите bluetooth модуль всегда запитан да он наверняка находится в low power режиме но тем не менее что-то он должен потреблять и он действительно потребляет например я зарядил аккумулятор до storage вольтеджа 385 на банку и оставил его нетронутым на несколько дней и через несколько дней как раз таки то если быть точным через два дня я проверил вольтаж на ячейках составлял в районе 383 382 это не так чтобы очень много но следить за этим все-таки я бы вам рекомендовал если вы не используете ваши аккумуляторы хотя бы раз в неделю проверяйте опять-таки через приложение это можно сделать проверяйте насколько у них идет саморазряд внутреннее сопротивление данных аккумуляторов я тоже посмотрел к сожалению а sdt нам не показывает внутреннее сопротивление в самом приложении поэтому мне пришлось использовать имеющиеся у меня зарядное устройство и по внутренним сопротивлениям все достаточно красиво на полностью заряженном аккумуляторе на всех банках мне показала достаточно ровное значение в 4 и 3 миллиома и это в принципе хороший результат который говорит о нормальном состоянии банок но сопротивление честно говоря видали и поменьше но естественно не обошлось и без некой ложки дегтя аккумуляторы ехали ко мне порядка месяца это путь был достаточно длинным и приехали они ко мне в очень сильно разряженном состоянии я все новые аккумуляторы предпочитаю сразу же воткнуть в зарядку проверить какой у них заряд на банку и был очень сильно удивлен обнаружив на некоторых банках на заряд ниже 2 и 8 на ячейку 2 и 8 это не то чтобы критическое значение это практически уже начало деградации липо аккумуляторов не знаю по какой причине были настолько сильно разряжены я сразу же связался с компанией fdt сообщил о данной проблеме они пообещали посмотреть есть ли возможность исправить это все дело в прошивке и как только данная прошивка будет они обещали мне об этом сообщить но на данный момент никакой новой прошивки пока еще нет но и саморазряда такого сильно значительного саморазряда тоже не наблюдает возможно что в процессе транспортировки их достаточно сильно трясли естественно и постоянно переходила bluetooth модуль в активный режим а транспортейшн режим не был включен перед отправкой теоретически это могло наверное разряжать аккумулятор достаточно сильно но в ранней мере компания ldt обещала сделать так чтобы ниже какого-то значения bluetooth модуль уже переставал реагировать на команды посмотрим что будет посмотрим будет ли новая прошивка ну а пока давайте подводить итоги по этим аккумуляторам давайте говорим о плюсах и минусах данных аккумуляторов и начнем с плюсов естественно в первую очередь плюс данных аккумуляторов это наличие встроенного bluetooth модуля который позволяет наблюдать за какими-то характеристиками этих аккумуляторов не вставая с кровати и уж тем более не втыкая аккумулятор ни в какое зарядное устройство да это удобно да это возможно кому-то будет полезно но и например во время зарядки вам не требуется подходить зарядное устройство можете там другой комнаты проверить насколько аккумулятор уже заряжен удобно удобно количество циклов посмотреть можно то есть мы можем наблюдать за нашим парком видеть сколько у нас аккумулятор уже используется видеть как долго они уже используются в общем это все полезные фишки которые мне нравятся второй несомненный плюс этих аккумуляторов это цена третьим плюсом я бы назвал наличие от функции встроенного storage режима позволяющий переводить батки в storage автоматически да как я уже говорил это происходит не очень быстро но тем менее это происходит и это происходит без какого-либо вашего участия если вы например выехали на плитушке и у вас например с собой было там 20 ну ладно 10-15 аккумуляторов вы там какое-то количество отлетали какое-то не отлетали вы приехали домой как какие-то зарядили какие-то не зарядили про что-то забыли или например приехали домой вас кто-то отвлек в это все дело сбросили вообще забыли уехали куда-то по делам в командировку вернулись через месяц и такие ой но вот с этими аккумуляторами этого ой не будет если вы ставили автосторидж таймер через какое-то время они все опустятся до 385 или сколько вы им зададите и будут таком состоянии находиться аккумуляторы случайно в заряженном состоянии если вы включите эту функцию у вас не останутся до разрядка идет не быстро но она идет это главное еще я хотел бы сказать по плюсам это внешний вид аккумулятор выглядит достаточно добротно здесь у нас имеется алюминиевые вставки которые почему-то производитель позиционирует как уменьшающие теплоотдачу но на самом деле так понимают как разки увеличивающий теплоотдачу плюс этот алюминий должен давать некоторую защиту не очень большую на какой-то острый камень долбанетесь наверняка все равно он прогнется и возможно это будет даже хуже чем если бы этого алюминия не было но тем менее от каких-то легких контактов с твердыми поверхностями этот алюминий должен ваши ячейки защитить теперь давайте поговорим немножко о минусах этих аккумуляторов которые естественно тоже есть первый минус я бы наверное все-таки отнес то что это 80 си и это максимальное значение которое есть у данной линейки ничего больше 80 си на данный момент компания fdt нам не предлагает да они предлагают эти аккумуляторы как аккумулятор для арси плейна 80 си для самолета это вполне нормально но если мы хотим использовать их на дронах то возможно нам это не подойдет второй однозначный минус который я хочу назвать это вот этот сам разряд в процессе путешествия аккумулятора от производителя к вам который практически в общем-то может привести аккумулятор в неводное состояние потому что разряд меньше 2 и 7 на ячейку аккумуляторы естественно на пользу не идет но надеюсь поправится прошивкой еще небольшой недочет и чтобы мне еще очень сильно хотелось видеть для чем мне вообще надо знать какой меня например аккумулятор 1 каком я аккумулятор 2 который который 3 4 5 20 это для того чтобы я мог в динамике наблюдать за внутренним сопротивлением ячеек и то что внутреннее сопротивление ячеек нам никаким образом не показывается в самом приложении это наверное недочет возможно его можно исправить хотя бы дать там поле для ручного ввода значений по ячейкам для того чтобы нас в одном месте хранилась информация который мы могли рассмотреть уже как-то ретроспективно ну а подводя окончательный итог и жалею ли я о том что я приобрел эти аккумуляторы нет не жалею потому что цена опять-таки напоминаю 14 долларов за аккумулятора который поддерживает смарт-функции который позволяет вам полетать например кого-нибудь cinematic да не никакого жесткого фристайла никаких гонок от этих аккумуляторов не ожидайте и для этого их не используйте но тем не менее полетать кого не снимать и что-то поснимать поставить опять-таки их на крыло если вы летаете на крыльях это мне кажется идеальный вариант потому что цена 14 долларов напомню за аккумулятор это очень и очень интересная стоимость и соответственно если у вас есть зарядное устройство sdt поддержкой функции btr то вы получите еще больше возможностей вам например не придется ничего выставлять на самом зарядном устройстве вы сможете просто втыкать эти аккумуляторы в зарядку и зарядка будет автоматически подтягивать параметры необходимые для зарядки конкретно этого аккумулятора это удобно это хорошо но к сожалению зарядки а то и взяты у меня пока еще нет возможно теперь придется купить но на этом все пишите ваши комментарии что вы думаете по поводу этих аккумуляторов купили бы вы их себе или все-таки они вам совершенно не подходят подписывайтесь на канал ставьте лайки всем счастливо и всем до новых встреч